Алексей Алексеевич, в этом году министр ЖКХ и строительства Леонора Шевченко сказала, что несмотря на то, что в России был объявлен год культуры, смело можно сказать, что это был год ЖКХ настолько много нововведений. Это и запуск фонда капитального ремонта, и пересчет нормативов по той же воде, что теперь вся область платит по единому нормативу, и в том числе и лицензирование управляющих компаний. Зачем нужно было вводить это лицензирование? Чья идея, откуда пошла? Вообще, сама идея введения лицензирования напрашивалась уже давно, поскольку лицензирование – это не что иное, как введение механизма госрегулирования, функции управления многоквартирными домами. Все мы понимаем, что управление домами – это бизнес, но поскольку бизнес социально ориентированный и социально значимый, то необходимо было в конце концов навести порядок в этой отрасли. Именно для этого лицензирование и запустили. А каким образом должна проходить эта процедура? Вот есть управляющая компания. Чтобы дальше работать, она должна иметь эту лицензию? Вот с какого периода нельзя работать без лицензии? Что нужно, чтобы получить эту лицензию? Кому дают, кому не дают? Как процедура происходит? Сама процедура достаточно простая и сроки тоже конкретно уже озвучены. То есть после 1 мая 2015 года управлять домами, не имея лицензии, нельзя. Вернее, можно, но это наказуемо. И штрафы достаточно серьезные – до 250 тысяч на юридическое лицо. Что касается самой процедуры, там все тоже довольно просто. Для того, чтобы получить лицензию, управляющая компания должна обратиться в орган государственного жилищного надзора, то есть в жилищную инспекцию Тульской области, где говорили про наш регион. Совершенно верно. Управляющая компания, вернее ее руководитель, должен написать заявление установленного образца, приложить к нему пакет учредительных документов, и после этого уже можно сказать, что процедура лицензирования для конкретной управляющей компании начинается. А начинается она с проверки данных, которые директор управляющий предоставил, и требований к лицензиату. Требований всего 5. На самом деле это не так много, и они все предельно понятны. Прежде всего управляющая должна быть зарегистрирована на территории Российской Федерации. Руководитель управляющей компании не должен иметь ни снятых, ни погашенных судимостей. Он должен подтвердить свою квалификацию сдачей квалификационного экзамена и получением аттестата. Он должен, вернее, его компания должна придерживаться установленного постановления правительства стандарта раскрытия информации. И сведения ни о нем, ни о его компании не должны быть в реестре дисквалифицированных лиц или компании, у которых эта лицензия отозвана. А в водовой лицензии вы смотрите, есть ли хоть какое-то имущество у этой управляющей компании, есть ли штат сотрудников? Если, условно, это ферма Рога и Копыта, у которой только один директор есть, и понятно, что забирают даже дома на обслуживание, они найдут субподрядчика, спихнут все непонятно на кого, потом закроются, ну, знаете, такая вечная цепочка, а жители останутся с неотремонтированной крышей. Нет, жители в любом случае не останутся с неотремонтированной крышей, но нормативы лицензирования не подразумевают оценку управляющей компании ни с точки зрения материально-технического состояния, ни с точки зрения наличия аварийной диспетчерской службы. Это вот исключительно установленные государством стандарты. А при каких условиях вы можете лишить лицензии? Это вообще возможно или выдаются лицензии, все, работать сколько хочу? Лицензии выдаются на бессрочный период времени, выдаются конкретной управляющей компании, механизм лишения лицензии предусмотрен. Но тут важный момент. Как выдача лицензии, так и отзыв лицензии осуществляет не жилищная инспекция, как орган исполнительной власти. Этим занимается лицензионная комиссия. Это такой коллегиальный орган, созданный в каждом субъекте, соответственно, в Тульской области. Он состоит в нашей области из девяти человек. Там есть представители общественности, представители от Министерства строительства и ЖКХ. И, в общем-то, эти люди принимают в конечном итоге решение. Решение они принимают на основании проверочных мероприятий, которые проводим мы, но в любом случае это решение стороннего независимого органа. Чтобы лицензию отозвать у управляющей компании, есть только один вариант. Если данная конкретно управляющая компания в течение года лишается права управления 15% площади жилых домов, то лицензия аннулируется. А на каких условиях ее могут лишить права управления этих домов? Это кто будет решать? Жители? Либо еще какая-то организация, еще одна комиссия? Здесь тоже все предельно просто. Основанием для того, чтобы дом был исключен из реестра, которым управляет данная организация, нужно судебное решение по двум неисполненным предписаниям Государственной жилищной инспекции. Говоря иными словами, жители обращаются в ГЖИ, ГЖИ выходит, выдает предписание, если находит нарушение по конкретному обращению жителей. Управляющая компания это предписание не исполняет установленный законом срок, она привлекается к ответственности. Вот если по конкретному дому дважды в течение года она к ответственности привлекалась, это основание, опять же, для лицензионной комиссии обратиться в суд и данный дом исключить. Но есть важное замечание. Жители имеют право наложить вето на такое решение в течение двух месяцев. То есть, если жители, ну, по сути дела, могут амнистировать, простить свою управляющую компанию, дать ей другой шанс на управление конкретным домом, что тоже немаловажно. А сколько сейчас на областном рынке управляющая компания работает? Вот что самое интересное, процедура лицензирования поможет нам конкретно посчитать, сколько управляющих компаний находится. По нашим данным, в нашем реестре их 152, но поручиться за точную цифру мы, к сожалению, не можем, именно потому, что не все компании заявляются в установленном порядке. А лицензии сколько уже получила компания? Лицензии пока не получила ни одна компания, но это связано с тем, что на федеральном уровне нам обозначили срок с 1 января 2015 года обеспечить прием документов и выдачу лицензии. А по вашим, вы же прикидывали, сколько из этих 150 получат или не получат? Мы не можем сказать, кто конкретно не получит, поскольку основанием для невыдачи лицензии может только быть несоблюдение требований к лицензионных требованиям. То есть, если управляющая компания не соответствует требованиям, она предоставляет недостоверную информацию, не выполняет стандарт раскрытия, тогда это основание, чтобы не выдать лицензию. Пока нам информацию управляющие не предоставили, не заявились на лицензию, мы не можем сказать, кто из них не получит. В сравнении с прошлым годом количество жалоб в жилищную инспекцию выросло, уменьшилось? Ну, вы знаете, количество жалоб, оно примерно одинаковое. То есть, если говорить за этот год, у нас было порядка 15 тысяч обращений всего в инспекцию, и чуть больше 10 тысяч обращений это были обращения жителей. А на что жалуются в основном? Жалобы самые разнообразные. Я бы, условно, разделил их на две такие большие категории. Это техсостояние жилфонда. Мы всем понимаем, что дома у нас достаточно старые, плохие, крыши текут у многих домов. Батареи рвутся, трубы водопроводные, канализационные. Это первая такая большая группа жалоб. Вторая группа жалоб, это что касается предоставления коммунальных услуг и порядка начисления оплаты и предоставления оплаты за них. То есть, фактически жители жалуются на то, что либо им должным образом не предоставляют услугу, либо что берут неправильно деньги за услугу. А до сих пор идет неправильный расчет? Ну, в любом случае, да. Такие случаи бывают. А в каких районах? Ну, потому что в основном вот этот весь массив, да, неправильным расчетом был в 2013 году. В 2014, казалось бы, ситуация более-менее выровнялась. Вот вы говорите, что все равно очень много жалоб именно на это. Ну, я когда говорю про неправильный расчет, я, может быть, чуть обобщаю. На самом деле люди жалуются и на то, что у них не убирают подъезды, а берут деньги за это. Но при этом важно дать людям понять, что уборка подъезда должна бы осуществляться в соответствии с требованиями договора, с тем, как это прописано в договоре. Поэтому, если управляющая компания не выполняет условия договора, но берет при этом жителей деньги, это один вопрос. Конечно, мы даем предписание, ставим управляющую на место, что называется, и заставляем сделать перерасчет. Если жители просят сделать им, отремонтировать, вернее, помыть подъезд, скажем, еженедельно, а в договоре прописано, что это должно быть два раза в месяц, и это закреплено на федеральном уровне, тогда мы, жители, уже разъясняем, что собственники жилья, уважаемые, вы можете принять решение о том, чтобы вам мыли подъезды более часто, но для этого нужно, опять же, собраться, принять решение и какие-то дополнительные деньги нести. А из каких районов чаще всего поступают к вам жалобы? Ну, Тула, традиционно, наверное, неудивительно. 30% всех обращений – это Тула. А вот именно если пойдем в районы, юг, север возьмем? Я бы территориально так не разделял. Скорее всего, чем крупнее город, скажем так, районный центр, тем большее количество жалоб. А у нас есть до сих пор муниципалитеты, где есть управляющие компании монополисты? Есть такие муниципалитеты, но я бы не назвал эти компании монополистами. Это, скорее всего, от какой-то безнадежности, что ли. Не очень многие хотят идти в рынок управления, тем более в какие-то отдаленные муниципалитеты, в отдаленные поселения, потому что жилфонд изношен, требуются какие-то определенные вложения, а здесь, как в любой коммерции, люди хотят получать прибыль, и чем больше, тем лучше. Алексей Алексеевич, сами сказали, что жилищный фонд Винской области изношен. Именно поэтому в этом году заработал фонд капитального ремонта. В том числе, да. В том числе. Будет он работать-то? А как же. А когда первые дома по нему начнут делать? Ну, первые дома уже у нас есть программа на 2014 год, краткосрочная программа на 2014 год. И первые дома уже по конкурсу прошли в 2014 году, и работы, собственно, начались. По крайней мере, что касается сметной документации. А вы отслеживаете качество? Пока не отслеживаем качество, но уверен, что будем отслеживать. Просмотрите, очень многие, которые теперь платят, да, там, по эти 6 рублей, 7 рублей за квадратный метр, у людей закономерный вопрос. А не рухнет ли вот эта вся система, когда дойдет очередь до конкретного дома? Ведь очень много домов в той же Туле поставлены на ремонт там лет через 15. Ну, понятно, что что будет через 15 лет, но никто не берется предсказывать. Как застрахованы люди от такой ситуации, когда может все рухнуть? Вот тут, понимаете, я бы ключевым моментом обозначил следующее. Дело в том, что у нас в стране 85% жилого фонда находится в собственности у людей. Это очень высокий показатель. В той же Германии только порядка 40% собственников жилья. У нас 85% людей владеют жилым фондом. То есть все прошли приватизацию, все приватизировали квартиры, но при этом в голове мы все до сих пор себе не поменяли прежние наши отношения. О том, что мы теперь собственники, мы должны нести ответственность за содержание нашего дома, в том числе за капитальный ремонт. Поэтому, когда люди говорят, зачастую говорят, мне капитальный ремонт не нужен, меня не интересует крыша, которая течет у соседа. Надо понимать, что эта крыша течет у нас у всех. Как бы двусмысленно это ни звучало. И поэтому нужно нести ответственность. Что касается застрахованности граждан в плане капитального ремонта, то на самом деле гражданин, собственник, имеет право выбрать способ формирования фонда капитального ремонта. Мы уже не обсуждаем то, что это ответственность и обязанность каждого гражданина, каждого собственника. Тем не менее, он может выбрать способ формирования фонда. Если его не устраивает так называемый общий котел, люди могут собраться общим собранием и определить себе конкретный счет. Если они переживают, что деньги с общего счета могут куда-то пропасть, хотя такого не произойдет, это очень четко все отслеживается. Люди выбирают специальный счет, они понимают, что их конкретные деньги приходят на их конкретный счет. Еще один плюс несомненный, при формировании специального счета люди могут, опять же, собраться и своим решением срок капитального ремонта перенести на более ранний срок. Как только они набрали, условно говоря, необходимую сумму на ремонт кровли инженерных сетей, они принимают решение и ремонтируют в более ранний срок. Помните, была целая компания, да, определитесь, каким образом вы хотите сохранять свои деньги, вот общий котел, либо спецсчет, так в итоге сколько молчанов оказалось? Подавляющее большинство молчанов. Честно говоря, активность граждан у нас крайне невысокая. То есть люди привыкли, что проще где-то сидя на кухне обсуждать власть, обсуждать управляющую компанию, но когда речь заходит о том, чтобы просто выйти, собраться и принять решение по своему конкретному дому, это огромная проблема на самом деле. Проблема даже для небольших домов, где 16 квартир, а что говорить про дома-корабли по 400 квартир? Товарищество собственников жилья. Очень много делается в Тульской области для того, чтобы их создавали и для их поддержки. Так в итоге у нас наблюдается рост этих ТСЖ? Ну, к сожалению, нет. Я говорю к сожалению, потому что действительно очень неплохая форма управления квартирным домом, но опять же она подразумевает активную позицию. Как руководство ТСЖ, председателя, так и самих жителей. Опыт показывает, там, где жители активны, там ТСЖ действительно работает и проблем не возникает. А в чем преимущество ТСЖ? Вот может быть сидят люди и не понимают, а зачем нам нужно вот собираться, если и тут управляющая компания будет нас обслуживать, и там управляющая компания. В чем преимущество ТСЖ? Ну, дело в том, что когда люди избирают ТСЖ, им не обязательно брать управляющую компанию. То есть они могут сами, самостоятельно принимать решения. Управляющая компания, если выбран способ управления управляющая компания, там однозначно люди делегируют полностью свои полномочия управляющей организацией. И она отвечает полностью за весь дом. Хотя, опять же, жилищный кодекс обязывает жителей, даже если они выбрали управляющую компанию, как способ управления квартирным домом, избрать советного квартирного дома, избрать председателя, подчеркивать обязанность. И, соответственно, контролировать. В случае с ТСЖ достаточно ограничиться председателем правления ТСЖ, правлением ТСЖ. Управляющую компанию в этом случае избирать не обязательно. Ну, вот а за 14-й год рост хотя бы на сколько процентов? Сколько новых образовалось товариществ? Да практически ничего у нас не образовалось, к сожалению. А знаете, в 12-13-м годах было много скандалов с ТСЖ, что люди говорили, что эти товарищества незаконны, что за них не голосовали, они нелегитимны. Вот таких конфликтов в 14-м уже нет? Конфликты, они в любом случае будут возникать, но вот как показала наша практика, у нас было порядка 5 или 6 обращений такого рода. Как правило, показывает практика, что там все-таки больше личностные конфликты. Может быть, бывший председатель ТСЖ с действующим председателем ТСЖ, или соседи, что называется, поспорили, один из них в ТСЖ, другой нет. Но это, скорее всего, все-таки личностные конфликты, это не относится напрямую к ТСЖ как таковому. Спасибо вам за интервью. Спасибо. Спасибо.